так ну вот ребята новый агрегат новый агрегат со старыми дырами посмотрим что это установка для без траншейного горизонтального бурения самоходная установка так в интернете сколько ищу на русском языке почти ничего нету за исключением там одного места заснятого такой же трясущейся рукой как и у меня да еще и в 30 раз хуже камерой так вот кабина вот сейчас сядем вот приборы доска приборов с этими приборами еще более менее разобрался вот рабочее место правый рычаг с кнопками левый рычаг тоже сверху кнопка вот еще тут так на правом рычаге еще вот куча кнопок две сверху и три вот они видно одна из них не работает так ну вот с этой стороны ничего особенного в общем то и идем значит главная проблема не могу понять как вот эти вот система подачи работает все крутится все вертится все откручивается все подается туда-сюда система подачи чего-то не хочет этот цилиндрик не двигается не двигается это фигня подаватель этот два захвата не дергается единственное только пачка немножко туда-сюда ходит но видимо кто-то ее не пускает не исключено что вот эти вот цилиндрики именно и не пускают они нифига не ходят и одна кнопка на левом на правом рычаге если сидя вот это вот кнопка вот это вот не работает клацает но никак ничего не происходит мы дальше идем вот в эту будку здесь значит у нас вот вся это все эти причиндалы вот это грузовик будем эту будку менять на эту вот значит есть была идея перетащить из этой будки все эти причиндалы для смешивания и подачи бентонитной смеси в эту будку которая на машине но я сказал не надо и начальство вроде поняло что действительно потому что в этой будочке все открывается красиво боковинки все открываются тоже ни черта не разобрать я в основном трудился на вертикальных буровых которые на геозонды на воду горизонтальная горизонтальные процессы неизвестны вот эта фигня миноискатель этот которым да сейчас вытаскивать не буду и вот это пульт тут какой то тоже с двигателем внутреннего сгорания с мотком с этим еще долгая история разбираться но предложили не мог отказаться все драпанули из этой Латвии молодежь тоже не хочет сидеть на одном месте молодежь с высшим образованием или в полицию идут или в контролеры на транспорт вот ну с этим то ладно а вот по технике постараюсь туда сюда отправить этот репортаж именно по этому агрегату что есть очень большое количество документации вся документация на немецком языке шеф говорит что когда приобретали все пахало все подавалось все подключалось машине сказал три года не знаю не нашел я ни табличек ничего значит повторяю это не подается не шевелится вообще не дергается может быть вот эти вот вот эти вот датчики может быть для того чтобы начать процесс подачи система должна находиться в каком-то определенном положении например во первых надо полностью отжаться во вторых поставить уклон в третьих выкрутить штангу зажав предварительно в челюсти и отодвинуть все это дело назад и потом я ему это сказал он говорит нет мы делали все и без этого подавалось ну ладно ну вот ребята как она называется вот здесь посмотрим называется она вот так вот Грюндодрил одни дрилы блин что у нас тут еще это я так понимаю бунду для Керчера солнышко не оттуда здесь все эти причиндалы ну видео вроде будет более-менее более-менее ничего такое конечно телефон оставляет желать лучшего но 5 мегапикселей еще более-менее постараюсь как-то постараюсь отправить туда-сюда может хоть что-нибудь да получится все он едет отжимается лопаты отжимаются красиво со скрипом свизгом но отжимаются даже эта смазка подается из кабины насрал сегодня немножко на челюсти вытирал все это едет это все конечно обрызгается все побрызгаем почистим в общем вещь должна работать просто обязана еще такой азарт уже две ночи да какой там две уже целую неделю толком не могу выспаться все что-то новое это моя болезнь все что новое все надо освоить еще раз внутри глянем датчиков меньше чем на горизонтальных работал на хютте и на пракле пракла бауэрская вещь хорошая но пракла у нас была слабенькая 120 метров хюттовский был на 250 мог засверливаться все с обсадкой шло все капитально в общем так мальчишки и девчонки ваше ваше мнение с удовольствием выслушаю и начав работу тогда уже попрет все что будет мне известно все что будет приобретено в виде знаний все буду рассказывать объяснять кому что интересно еще не одну эту дверь не открыл надо этот ключ наверное оконный подойдет все спешка спешка сейчас начальство смылось так хоть думаю дай-ка я засниму здесь десятый круг уже бегу ну да ладно еще раз подойдем к этому ману ман вчера техосмотр не прошел но на месяц сдали портянку ехал вроде ничего лифт только не могу не могу опустить лифт видимо где-то предохранители или контакты ман стоял 3 года вообще никто не прикасался к нему стоял у забора три года вещь мох на нем на крыше мох рос и в этих щелях выковыривал мох все подржавело потом что-то начал глохнуть поменяли фильтр и опять поехал нахожусь в городе бауско это земгалы немножко подвел но мало еще надо но ничего особенного стандарт в пыли немножко рычаг рычаг раздолбали когда кабину поднимали на место кто-то носится кто-то на багги все спасибо пока а вот и багги этот выезжает ну-ка посмотрим посмотрим напоследок какой-то местный гуннер бауский за бауско еще километров 9-10 все до свидания